ну что здравствуйте у нас сегодня очередная встреча про архитектуру его вот и чем поближе к концу семестра тем больше наши встречи будут носить характер бла-бла потому что тем меньше будет шансов как-то сравнительно не несложно и наглядно нам руками пощупать эту самую архитектуру в частности сегодняшняя тема стала возможны просто потому что в нашем с вами эмуляторе в россию ну вернее в его предшественники марсе были сделаны дешевые пластиковые имитации тех механизмов о которых мы сейчас будем говорить но несмотря на их дешевую пластиковость они вполне себе наглядные и щупательные и в этом и состоит собственно большая часть сегодняшнего нашего разговора кроме самой первой части который чисто бла-бла значит да что я хотел это греб это греб греб не нужен прежде чем побаловаться с марсом там правда тоже будет довольно много бла-бла и надо все это было успеть проговорить одна тема которую на марсе показать нельзя потому что ее там нету от слова совсем перескакивать сейчас на какое-то иное железо у нас нет ресурсов у нас осталось буквально пара лекций до конца возможно три но третье будет уже точно где-то в моей не важно не факт что будет вот поэтому я принял решение рассказывать исключительно про марс сначала да вот в этом кусочке а что-то потом произойдет с этим нашим косом вопрос втором может быть мы возьмем какой-нибудь более разумную более разумный эмулятор или красивую железяку с хорошим отлайчиком это ней уже будем ощупать те вещи которые невозможно пощупать на марсе на 1 вот значит первое это отступление относительно дыма прямого доступа к памяти direct memory access или директ и не знаю вот которое должно было прозвучать на прошлой лекции нам хватило там и без того тем для разговора поэтому я ее перенес на это и возможно правильно сделал потому что в этот раз у нас не так уж много тем с другой стороны там хоть было что пощупать а здесь мы будем мало привыкать да в основном на самом деле лекции архитектура и в м языка сэмблера посвящены бла-бла про архитектуры и в м и какому-то умудренному фигачи не на языке ассемблера да вот наши с вами лекции в этом смысле отличаются в лучшем в лучшую сторону ну как мне хотелось бы надеяться что тут архитектура поддержана ну вот она перестает быть поддержкой и так прямой доступ памяти кстати есть на хабре очень неплохая статья на эту тему вот довольно древние значится но в общем кстати переводная судя потому как не вижу в чем проблема главная проблема состоит в том что если мы даже используем прерывание встает вопрос и тем самым экономим процессорное время на работу медленных устройств встает вопрос относительно того как нам копировать большие объемы данных с устройства на устройстве допустим мы вообще это делаем по старинке через какой-нибудь порт как вот такого у нас нету в этом самом хотя нет почему нет есть да допустим мы завели парочку мне у регистров и прям через них пытаемся запихать не знаю блок памяти в видеопамять или на диск это конечно очень медленно и неэффективно процессор должен перекладывать по байтику в эту самую предположим мы предусмотрели целую область за memory map или ее целую область отобразили внешнее устройство в память вот но тут возникает довольно важная проблема мы про нее еще отдельно поговорим кто к кому имеет доступ в какое время но главная идея стоит в том что все равно перекладывать байтики из памяти куда-то должен кто-то например процесс кто и как будет осуществлять доступ вот к этой замапленной странице памяти или может быть есть какой-то более разумный механизм при котором процесса вообще этим не занимается ну то есть в идеале что мы хотим в идеале мы хотим так дорогое устройство вот тебе а страничка памяти напиши туда блок с диска пока до скорых встреч устройство я пишу блок с диска в память я пишу блок с диска в память я написала блок с диска в память процессор тебе прерывание процессор о бог диска в памяти уже отлично спасибо устройство сейчас мы с этой памятью будем работать то есть как вы понимаете в этом процессе роль процессора состоит только в том чтобы скомандовать некоему появляющимся новому устройству под названием контроллер памяти или шина что мол смотри вот тебе вот этот кусочек сейчас будет с ним работать вон то устройство и ты пожалуйста оттуда значит принимай этот самый блок а я тем временем говорит процент ты принимай а я тем временем работать пошел вот эта операция называется прямым доступом к памяти когда общение между оперативной памятью и внешним устройством особенно внешним устройством которое бросается большими блоками данных или быстро бросает смог недавно происходит вообще без участия процессора процессов только управляет этим процессом то есть командует начать такую операцию и а перехватывает собственно обрабатывает прерывание закай окончание такой операции все остальное время это операция это действие происходит без участия процессора этим занимается непосредственно это личное дело внешнего устройства и контроллера памяти которую собственно все эти данные размещают тут андрей воронов напоминает что есть еще еще один способ ввода вывода который называется порт который старшей точки зрения людей так сказать глядящих на это все по из исторической перспективы то есть с обратной стороны да из 2000 до 2022 года понимаем что управление с помощью портом удобно портов удобно только в том случае когда у нас устройство медленное и редко используем вы туда бросили какой-нибудь войти по протоколу она сожрала мы туда бросили еще один войти по протоколу она сожрала чем-то это напоминает наш с вами управление внешними устройствами через memory макетинтал тут помните у нас на прошлой лекции была целая консолька которая в ровно так и работала да мы писали куда-то значится в какой-то регистр писали данные из какой-то регистра читали готовность вот это все но в случае мы 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 его мы заранее предполагаем что у нас есть контроллер памяти который сам как-то решает эту проблему отображения данных внешнего устройства прямо на обычную операцию адресации а в случае команды порт там in out как это было вот в старых из 86 ассемблерах это этим занимается процессор это процессор решает а как собственно преобразовывать команду out то есть вывести байт на какой-нибудь последовательный порт в собственно какие-то сигналы на проводах этого последовательного порта ну или по крайней мере окей там есть контроллер этого последовательного порта значит он дает какие-то преобразует вот этот out в реальные ухты господи сейчас нас говорят полагает так вот значит этим занимался процесс и вот это действительно удобно когда у вас совсем маленькое устройство которое назначится не нуждается в таких вот скоростях разделениях вот но случае наличия контроллера памяти даже мило уже намного эффективнее чем этот самый out в лекциях в про мимо был упомянут порт вот но это было давно и возможно внутри вы забыли извините а все остальные я сбился на вопрос и так прямой доступ к памяти ситуация когда передача данных между памятью и устройством личное дело памяти устройств появляется новая сущность контроллер памяти и соответственно шина по которой эти самые данные передаются вот причем этой шины может пользоваться процессор этой шины может пользоваться устройство вот это значит казалось бы гениальная идея понятно как обычно во всех наших лекциях про архитектуру текущее состояние архитектуры эвм это ответ на какие-то задачи которые следовало решать задачу которую следовало решать обеспечить обмен данным между внешним устройством и память минуя перекладывание байтиков процессором и решение этих задач внезапно выставила аппаратные проблемы то есть потребовал усложнение архитектуры значит во первых устройство несколько а шина данных 1 ну может быть там их тоже несколько но устройство равно больше это значит нам нужно когда внешние устройства раньше ты как было с памятью общается только процесса из устройствами общей столько процесса он говорит давай устройство перекладывать а когда у нас есть контроллер у нас есть шина в данных поэтому данных бегают какие-то байки ото всех от процессора в том числе тут уж надо значит как-то вы наводить какой-то арбитраж у кого наивысший приоритет у кого пониже кто с какой скоростью между прочим работает процессор работает быстро а последний порт например работает медленно ну и так дальше вот возможно нам захочется даже сделать многоканальную доступ к памяти чтобы одновременно к разным областям памяти могли иметь доступа разные устройства все равно скорее всего они будут иметь этот доступ действительно к разного гостям ну правда жесткий диск читает контроллер жесткого диска читает в одно место а какая-нибудь сетевая карта складывается в другое место как бы отличные заявы на то на то чтобы подумать а как бы нам сделать сразу несколько дыма каналов чтобы несколько устройств в разные места памяти писали понятно что все это сопровождается азовым усложнением архитектуры и вот ну вот а вот тут бас мастеринг два раза употреблен но хорошо значит бывает еще такое такая картина когда короче говоря идея в следующем в какой-то момент особенно когда наше устройство бешено поливает нашу память с какими-то не очень большими объемами данных как например сетевая карточка до сивая карточка она вообще-то нас окучивает фреймами в количестве кажется она не умеет их развивать а может умеет но неважно но разула фрейм вытащил оттуда пылу вот окучивать этим по его вот скорость с которым она этот пилот на нас наваливает она наводит изумление вот если мы используем jumbo фрейм это один фрейм занимает в общем какие-то байтики типа 500 сколько там байтик значит сетевая карточка даже в режиме дома то есть в режиме собственноручного заполнения памяти фреймами да по 500 500 сколько-то байтиков даже в режиме дома сетевая карточка даст нашему процессу довольно много жару генерируя прерывание допустим она гигабитная делим гигабит на 512 байтов получаем сколько раз в секунду у нас будет значит наш сетевая карточка генерировать соответствующие прерывания а я тебе еще 512 байтиков это 540 байтиков принесла процессор обрабатывает вот вот эта ситуация что много тысяч раз в секунду процессор обрабатывает тот простой факт что от сетевой карточки пришло еще немножко байтиков вот породил такую штуку которая называется бас мастеринг то бишь захват шины то есть ситуацию когда не просто внешнее устройство пишет в память она еще и управляет шины данных то есть вообще не дергают процессор на предмет прерываний вот а потихонечку наливает в память при потихонечку наливает в память на свои эти байтики до тех пор пока что-нибудь эдакой не произойдет и каждый раз когда она очередной очередной кусочек налила она сама общается с контроллером памяти с вами а я вот тут еще сейчас принесу и опять наливает а процессор в это время работает а потом значит по окончанию какого-то довольно большого блок таких взаимодействий карточки с шиной она в конце концов а отпускает эту шину возможно просто тупо по таймеру и вот тогда там возникает прерывание слышь процессор тут шина это тут сетевая карта мне налила мегабайт давай разжевывать вот ну примерно так ну как обычно да придумали прикольную штуку под названием вас мастеринг она обнаружилась еще одна проблема это же не просто кусок памяти в которой значит это наша условная сетевая карточка начинает наливать нам эти самые фрагменте а если такого куска памяти не найдется потому что фрагментация то есть допустим гигабайт нам хотят переслать но хорошо ладно да хоть бы и мегабайт одна страница памяти занимает 4 килобайт вообще может быть 16 значит то есть эти внешние устройства оказывается вот этим эти бас мастер и должно уметь работать не только с памятью но еще и со списком фрагментов памяти которые они последовательно будут заполнять такой маленький прям вот процессор какой-то который умеет работать с списками свободных мест в памяти вот до чего мы дошли всего лишь предположив в начале что у нас устройство будет иметь прямой доступ к мить памяти и сама туда писать на самом деле все еще хуже но как бы хватит на эту тему распространять здесь я в тайтл поставил эмодзи с шиной вот ну шиной к сожалению эмодзи шин придумали только стандартизировали только в прошлом году поэтому в большинство шрифтов она еще не вошло вот говорят в двенадцатом андроиде здесь вам покажут красивую но в любом случае слово шина когда говорится про шины данных о да вот тут александр подсказывает что дома очень сложно настраивать и чем больше вот этих вот проблем про которые мы с вами начали 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 говорить тем сложнее его настраивать разумеется да так вот значит шины шина данных шина адреса шина писи аймут говорят такие слова что вообще такое шины откуда такое слово произошло значит но нам с вами видимо за отсутствием каких бы то ни было шин даже покрышек в расе много про это говорить не придется потому что нам мы все равно это пощупать не можем вот поэтому во первых откуда такое слово шина и почему например слово русское слово шина переводится на английский как бас вот значит история такая что касается англий есть английского термина бас то это о мне это сокращение от о мне бас то есть это действительно автобус в том смысле что это такой автобус который вывозит всех вот там была дата бас о мне бас короче говоря с точки зрения английского все понятно с автобусом во в том что тот кто перевозит да а вот с точки зрения русского слова шина идет из немецкого языка дело в том что в россии вековой или полутора вековой давности вся инженерной терминологии в основном была немецкая вот и это такой из такой примитивной электрики идет шина она же шин рельс это собственно любая любая значится какая-то соединение чего-то с чем-то ну и к первую пучок проводов исторически шины назывался просто пучок проводов от процессора который ведет к одному устройству к другому третьему четвертого сам процесс в этим управляет мы про этом самом начало говорили про то что это такая самая древняя схема потом выяснилось что лучше делать memory map and put out и вместо шин как пучков проводов у нас был появился контроллер шин который работает с контролером памяти и вообще туда перекладывает преобразует и перекладывает соответствующий активность устройств формализую это в виде операции воды в операции работы с памятью вот потом появилась дыма которая как правильно тут заметил сокращение в числе прочего устроен таким образом что скорость работы устройств памяти может быть разные вот это довольно важно дело в том что пока этой штуки не было приходилось даже понижать скорость работы процессора и когда процессор перекладывает данные вот туда в милу возможно с той стороны устройство с такой скоростью с которой процессорах туда перекладывать не умеет их жевать поэтому процессор понижали по 100 действия складывали с той скоростью данность который внешне устройство их жует в этом милу а потом лишь повышать но это конечно было совершенно не неэффективно поэтому этим занимается теперь специальное специальный контроль вот потом появился еще бас бас мастеринг который значит разрешает устройством самим работать с оперативной памятью не только конкретным блоком но даже там произвольными блоками ну и так все значит тут уже в чатике пошел разговор между собой чик это означает что интересные темы закончились давайте поговорим про к готовьте сразу про кэш будет довольно много бла это кусок из соответствующей лекции по архитектуре который планируется на как который планируется читать на первом курсе поэтому немножко терпеть значит опять же есть прекрасный базовая статья вот где-то здесь пока красивая я в эти картинки я долго искал я долго искал из них исходник диа чтобы их поправить выяснилось что их не рисовал но кейла надо самому мир значит что такое кэш конечно на самом деле по сути очень простая штука и до тех пор пока мы не натолкаем в нашу архитектуру и в м каких-то специальных каких-то специальных усложнений достаточно просто кэш это когда у нас есть два устройства хранение данных ну как хранение умеющий хранить данные возможно как каш памяти же он и хранит может не вечно одно из них маленькая но быстро и а другой большой но медленно и мы наиболее нужные нам данные храним на маленьком но быстром устройстве вот при этом считая организуя синхронизацию содержимое этого маленького но быстрого устройства с большим но медленно грубо говоря значит на примере дискового кэша вот у нас есть медленный медленный диск процессор работает в несколько тысяч раз быстрее может быть не знаю много много раз быстрее соответственно если мы собираемся устроить дисковый каш мы часть той информации которая нам нужна храним в памяти предварительно прочитав ее с диска или когда мы записываем на диск мы записываем в память а потом потихоньку начинаем записывать ну или там сразу записывать вопросу об стратегии дело не в это дело в том что за счет такого такой многоуровневости мы достигаем повышение быстродействия скажем нашего диска во первых потому что почти наверняка вот у нас есть терабайтный винчестер до наше приложение которые прямо сейчас работают не хотят вести работать в общем они хотят сравнительно немного хотя тоже прилично но значит идея хранить то что только хранить только то что нужно под рукой в быстром доступе в памяти они на диске оправдывает себя потому что нам нужно не все и вторая идея состоит в том что одно дело внешнее устройство которое ну грубо говоря работает побольше хотя современный винчестер довольно хитрый в то что есть контроллеры со всякими интересными пирожками ну грубо говоря работает побольше и медленно и сам он сам процесс чтения с него медленно и мы можем еще оптимизировать быстродействие если во первых на каждой чтение байтика не будем этот байтик пытаться прочесть диска будем почитать его из памяти да ну потому что чтение байтика с диска это фактически чтение одного и того же блока с диска один раз прошли за кэшировали больше не читаем а читаем из памяти удобно во вторых мы можем например предсказать что приложение которое начинает читать из файла будет читать из него и дальше и это значит что мы можем в дисковый кэш подгрузить сразу файл или по крайней мере от большую его часть или начать подгружать этот файл задолго до того как приложение будет из него читать из того места в которое она обратиться потому что мы знаем что она открыла файл начинает оттуда читать наверняка на весь файл хочет прочесть вот а если приложение записывает файл то можно например повременить вдруг она еще раз туда начнет записывать или если у нас диск умеет очень большие крупноблочные операции вот она записала файл а потом мы так это самое плюх и весь диск весь этот файл выгружаем на них вот это значит что касаемо дискового крыша просто аналог диску на мой взгляд пояснение того как работает кэш через диск довольно удобно уже два совсем разных устройства тут вот александр считает что слово кэш пишется через оборотные мне кажется что ну давайте посмотрим но мне кажется что о грамоту ру говорит что через е через оборотные не пишет кэш не пишет кэш так что я был прав а вот тут написано конечно потому что так статья написано но нет насчет кэш пишется через е через оборотные кэш не пишется почему вся вот это вот вся вот эта вот машинерия вообще работает то есть какая за этим лежит условно теория быть в теории лезть не будем но есть такая штука как принцип локальность маленькое быстрое устройство помогает нам увеличить быстродействие работы с большим медленным устройством только в случае если наблюдается проявление принципа локально локальность локальность бывает временная тут ударение на букву а тут плохо видно но там курсив надо будет поставить апостол значит временная локальность бывает это значит что нам в каждый промежуток времени некоторые нужны не вообще все файлы или не вообще вся память а некоторые горячий очаг в памяти с которой мы работаем и это те данные которые нужны в данный момент соответственно пар поскольку именно это дело происходит некоторый промежуток времени до скользящий в каждый зафиксированный момент времени мы можем отметить некоторый очаг горячих данных с которыми мы работаем сейчас или работали недавно и холодных данных с которым мы давно работали чем данные холоднее тем больше шансов что они нам не нужны в кэше вот потому что ну вот нельзя работать со всей памяти целиком адресная локальность состоит в том что мы скорее всего будем работать с соседними ячейками данных например с массивами или файлами но с файлами там есть некоторые интересные штука что в действительности файл же разбросаны по файловой системе да вот но опять таки ну пускай разбросаны но тем не менее мы будем работать скорее всего открыв файл работать с содержимым этого файла и как бы в этом смысле адресная локальность никуда не делать нож в памяти тем более да значит если мы открыли с работаем с массивом скорее всего вот весь массив нам и понадобится и тут делалось причем и тут дело еще и в том что раз нам понадобится вес массив ну не знаю может не весь ну в первый там не знаю 16 там байтов и там первый килобайт этого массива понадобится . и это значит что кэшируя соседней области данных мы можем повысить гастродействие просто потому что скорее всего эти соседние области данных понадобятся уже понадобились еще раз понадобятся вот в этом состоит принцип адресной локальности иногда есть такой пример да когда у нас устройство маленькое его быстродействие ну понятно значит главный принцип кэша понятно какой маленькое быстрое устройство на еще и дорогое вот у нас не было лекции про два вида памяти вот динамическую и эту самую забыл какой второй не статически другая ну короче продавида память просто потому что там этого нет в рамс вот а там прям довольно большой кусок так вот у нас не было лекции про два вида памяти а там к такая же самая история да почему регистровая память быстро и память которая по зуму азушная которая значит оперативно запоминающий устройство медленные потому что они устроены по разным принципам азушная память она грубо говоря на мелких мелких конденсаторов на самом деле там уже прямо не конденсатор собственно проводочки вот нуждается в постоянной перезарядке но между перезарядками не нуждается ни в чем и соответственно жрет довольно мало и существенно меньше энергии чем-то память который используют под регистры которые по сути являются триггерами и нужны как бы нуждаются в постоянный в постоянном наличии напряжения вот поэтому регистровая память дорогая быстро и жрет много энергии память которая используется в оперативной памяти медленная дешевая и жрет меньше энергии вот вот примерно так работает разделение на маленький кэш большую внешнее устройство а то бы мы все большие устройства делали и так быстро но есть еще одно соображение по которой маленький кэш может работать быстрее чем внешне большое чем большое устройство вот это соображение достаточно простое давайте представим что у нас память вся регистровая даже если если ну то есть скорость работы внешней памяти внезапно равна скорости работы регистровой памяти допустим но даже в этом случае если мы обращаемся к оперативной памяти там 32-разрядный почти наверняка нам понадобится второй уровень косвенности а именно контроллер собственно памяти и работа с памятью будет выглядеть так выставляем адрес контроллеру контроллер говорим что ходит контроллер говорит надо высчитать какой ячейки шить за адрес где мультипликисировать то что вы там нарисовали доходится к садочной ячейки читает данные записывает куда-то мой зато из-за того внутреннего блока эти данные читаем вот как бы почему потому что адрес это целая 32 бита и значит когда мы обращаемся к памяти по адресу мы сначала говорим 32 бита передаем адреса потом по этому адресу значит происходит поиск потом этот поиск заканчивается нам возвращают в некий внутренний блок из этого внутреннего блока мечты сокращение говорит что наоборот в том смысле что энергопотребление трагеров она в статическом режиме нулевое может быть может быть да говорю что я про эту лекцию не готовил может быть это правда но в любом случае они больше и дольше да вот означать и дороже главное при наличии большого адресного пространства внезапно возникает необходимость во втором уровне косвенности и у нас сам процесс работает многоступенчато медленно при наличии очень маленького адресного пространства 32 регистра у нас доступ к регистру не требует декодирование его адреса потому что каждая команда доступа к регистру просто по нужным проводам вы идем к нужному регистру все вот такая вот значит я продолжаю бла-бла к сожалению у нас сегодня вполне такой теоретический теоретическая часть бла-бла относительно алгоритмов заполнения кэша не бойтесь мы перейдем к значит к нашему рарсу вот он вот но для этого нам нужно еще три две два пункта обсудить алгоритмы заполнения кэша на самом деле очень простые либо по запросу то есть вот мы нам понадобилась какая-то область памяти вот в этом область памяти кэша ну допустим мы пошли читать в поис памяти и по ходу забросили то что мы прошли из памяти в кэш или мы начали писать какое-то место в памяти по поводу по ходу положили это в кэш на всякий случай а вдруг понадобится вот а дальше начинается дальше начинается например мы читаем из памяти и думаем так принцип локальности говорит прошли этот абайт прочтем и соседней давайте мы заполним сразу кусочек кэша продолжительными последовательными данными из памяти потому что если как бы он захотел первый бойтон захочет и вторым или да ну кстати понятно что чем больше мы упреждаем упреждающий читаем чем больше шанс что потом люди к этому не сходят и наше чтение было их или еще интересно как бы еще больше можно усложнить можно как-то анализировать поведение программы и на основании этого кэшировать те данные которые эта программа скорее всего прочитают это например часто относится к кэширование у кода исполняемого есть части программы которые выполняются чаще других части которые выполняются реже других очевидно что те которые выполняются чаще других надо дольше держать в кэше вероятность того что они понадобятся выше вот но это уже прям какая-то какой-то искусственный мозг который должен быть встроен в процессор вот примитивный пример этого мозга мы сегодня посмотрим теперь относительно устаревания данных кэшель смотрите кэш маленький диск большой это значит что когда мы что-то записываем в кэш а он уже раскрутился и полностью разогрет по мы что должны оттуда выбрасывать да вот вот это уже имеет прямое отношение к марсу давайте краску давайте мараж запустим просто чтобы просто чтобы поток текста разбавить картинками вас значит но потому что иначе мы просто-то тупеем вот значит да да конечно симулятор вот эта штука никаким настоящим кэшом который значит действительно ускоряет работу хреновина написанный на джава под названием раз не является но он честно выполняет всю ту работу которую выполняет настоящий кэш и на нем можно посмотреть как ускорилась бы работа с медленной внешней памятью путем кэширования ее в быстром кэше если бы тоже работал по тому алгоритму который здесь описан вот а значит алгоритм устаревания черту ты всего два в действительных и несколько больше значит что значит устаревание еще еще раз устаревание это алгоритм по которому у нас за кэшированные данные с кэша выбрасывать вот например случайное устаревание то есть когда у нас кэш забит мы берем какой-то случайный элемент кэша выбрасываем на его место записываем наш значит ну чем хорош этот алгоритм ничем кроме одного случайного устаревания достаточно легко организовать аппарат на особенно если она как случайно и вот ну как вы на какую ячейку так сказать нам указала вот вот в ту и значит пишу соответствующие данные вторим следующий алгоритм называется редко используем и лафу лист фрэнк от юзли фрэнт или юст вот эта вот штука этот алгоритм удобен когда мы кэшируем очень медленное устройство с помощью в общем тоже довольно медленного но существенно более быстро то есть ситуации когда мы можем себе позволить прям вот эту вот историю использования наших историю использования наших данных историю использования того что мы кэшируем вычислять хранить поддерживать статистику и так дальше например так оптимизируют вашей базы данных у нас есть некий футпринт и некоторой статистика обращений к зонам хранимым на диске и чем этих обращений больше тем больше шансов что зона будет долго держаться в памяти в кэше не выгружаясь или держаться на ссдшки не перед не копируясь на куда-нибудь значит на облачное хранилище потому что даже если мы последнюю минуту например не обращались к данным из этой зоны статистика показывает что он все равно очень быстро к ним обратимся вот программная обычно это довольно сложная ну как сложная требующая вычислительной емкости операции потому что нам нужно искать вот этот самый лес фрагмент и юзет счетчик нам нужно его обновлять нам нужно ввести какую-то статистику понять что такое фрагменте вообще то есть за какой то период да вот поэтому если мы говорим про кэширование памяти с помощью еще более быстрой памяти конечно такая стратегия потребует понятных вычислений относительно этой самой быстрой памяти поскольку скорость работы процессора в общем как как-то должна быть совместима сопоставима со скоростью работы памяти этот алгоритм для кэширования оперативной памяти подходит словно вот а вот лес лес рисунки юст до гораздо более примитивный алгоритм в котором хранится не статистика по использованию наших нашего внешнего хранилища а всего лишь информация о том как давно мы последний раз к этому внешнему хранилищу к этому месту внешнего хранилища обращались то есть фактически у нас есть некий счетчик вот ну грубо говоря там количество тактов прошедших с момента включения процессора на которых на котором происходило обращение ну и каждый раз когда мы обращаемся к нашему кашу мы просто тупо выбираем значит этот самый тупо выбираем наименьший еще и больше счетчик тактов то есть наибольшая разница счетчик с наибольшей разницей то счетчик наименьшим абсолютным значением и выбрасываем именно его это нас не освобождает от необходимости искать среди всех элементов кыша строку в которой этих танков меньше всего вот но в принципе поиск по всем строкам у каша он практикуется мы об этом поговорим чуть позже так что так искать всяк искать в общем все равно иска что еще может быть может быть можно эту самую эту самую тактику оптимизировать за счет аппаратного более сложно аппаратного устройства давайте мы кэш будем хранить не в обычной линейной адресуемой память а в очереди фифо first in first out если мы организуем память работающую по принципу фифо быстро аппаратный то кэширование с устареванием будет происходить вообще автоматически мы будем добавлять в голову нашего наши очки в хвост наш хвост нашей очереди очередной самый свежий кэшируемый блок а из головы нашу очередь выбрасывать очередной самый несвежий при этом если искать в очереди все равно придется потому что если мы например добавляем в очередь очередной блок а он уже в очереди стоит то мы его оттуда удаляем и сюда переставляем а может не придется может быть мы просто добавим его еще раз а потом когда до него дойдет необходимость выбрасывать он выбросится вот и все такие вот дела наиболее эффективный алгоритм это совмещение этих двух вот а собственно я описал как раз его с поиском да когда у нас есть очередь а еще есть поиск по этой очереди и соответственно с одной стороны мы довольно быстро занимаемся устареванием а с другой стороны вам все равно надо найти наиболее наиболее старый переставить его начал ну в общем вот такие вот надо понимать что любое кэширование работает только тогда когда вот эти принципы адресные временной локальности проявляются мы всегда можем написать такую программу которая абьюзит и полностью выгорает наши выжигает наши кэши потому что она рам она наша программа занимается чтением с медленного устройства по такому по такому шаблону который приводит к полному к полной неэффективности работы кэша по какой бы то ни было по какой бы то ни было стратегии за исключением ситуации когда все что мы можем прочесть внешнему устройству совпадает с размером кэша ну тогда извините но тогда зачем кэш в ней зачем внешне вот ну вот бла-бла потихоньку заканчивается нет еще терпите значит что тут я могу рассказать да значит в марсе в марсе есть два способа устаревания кэша а про остальное мы еще пока не говорили вот надо поговорить про остальное тогда можно будет что-нибудь на россии раз это был раз на россии показывать значит ну статья про кэш вот она а нет уже было терминология значит каши до кэш мисс значит кашхит эта ситуация когда мы захотели сходить на внешние устройства за каким-то блоком данных а он есть в кэше кашми соответственно ситуация когда мы захотели захотели сходить на внешнюю надо медленное устройство за каким-то блоком данных а в кэше его нет эффективность работы кэша и увеличение быстродействия нашей программы значит александр вспомнил про мелдаун александр вспомнил про мелдаун а я пытался понять о насколько он прям и прямое отношение к кэшу про мелдаун мы в самой последней лекции поговорим вас но да я думаю что значит ладно да значит я остановился в каком-то непонятном месте был итак попадание промах кашмишка кашмиск кашки сразу надо сказать что с точки зрения эффективности хранения поиска всего остального неэффективно хранить одну ячейку в кэше как фиксированную единицу хранения почти всегда а то и всегда имеет смысл агрегировать потому что принцип локальности никто не отменял вряд ли вы будете читать из памяти по одному байку рандомно из разных мест а если будете никакой к ширине вам не поможет скорее всего вы будете читать из памяти пачками и вот какой-то условно разумный размер этой пачки имеет смысл хранить в кэше смотреть допустим и каширом один адрес 11 байт значит нам нужно одно машинное слово значит нам нужно что сделать если мы кашируем машинное слово мы должны в 30 битов упихать адрес но два младших биты нас не интересует машинное слово кратно 4 вот ну там где-то значит хранить возраст в 30 битов упихать адрес и в 32 битву пихать собственно содержимое который мы кашируем это означает что размер мета информации возраст плюс так ну то бишь адрес больше чем размер хранимой информации мы храним 32 бит и тратим на это 38 ну такое соответственно давайте разобьем нашу память на некоторые области назовем их строками и в кэше будем хранить сразу целую строку то есть допустим 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 в кэше у нас хранится 24 минус 32 это получается сколько 6 8 8 8 здесь 256 байтов то есть размер строки 256 байтов если размер 256 строки 256 байтов фигня тут написано 8 килобайтов это правда что-то многовато а что-то мне кажется многовато ладно давайте мы это запишем что-то мне кажется что я где-то вытащил неправильно здесь нас 32 32 минус 24 28 до 8 да у нас 8 битов на размер ячейки мне кажется 256 байтов они него 4 килобайта ну ну да хрен бы с ним и так мы храним мне кажется здесь 26 байтов в ячейке посчитаю потом это означает что размер тега то есть идентификатора строки в памяти уменьшается до 3 байтов вот храним мы сразу много вот ну а счетчик возраста как был так и остался какой значит тегом называется та часть адреса идентификатор того что мы различаем при хранении вот в случае когда мы хранили прям целую ячейку тегом являлся адрес в случае когда мы храним не ячейку целую строку тегом является урезанный адрес до значит грубо говоря адрес начала строки урезанный по оставшимся битом которые у этого начала строки всегда одинаково нулевыми вот а строкой кыша называется собственно то последовательность та область которую мы храним вот такая терминология а битов спасибо дорогой 26 26 слов все правильно говорит сокращенец все 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 прекрасно я нигде не ошибся бита я забыл про слоги вот а значит есть две стратегии кэширования такие вот известные которые удобно смешивать превращая их в тренсию про них мы поговорим это будет последняя бла-бла на сегодня вот уже час как у нас длится бла-бла я надеюсь на этом мы уже окончательно перейдем к нашему марсику давайте мы посмотрим вот вот это вот вот это вот надо еще посмотреть и тогда у нас все будет значит что у нас есть в марсе ки в марсе ки у нас есть размер строки 128 байтов вот а нет размер всего кыша сколько помещается в кэш блоков размер строки они здесь называются кэшблок с 4 слова то есть 44 16 байтов вот и количество блоков когда мы количество блоков перемножаем на размер строки получается количество байтов который на занимает к так 128 байтов кэш и 8 блоков по а4 машинных слова то есть по 16 вот мы пока еще не разобрались вот с этим а дальше собственно можем уже можем уже смотреть в враг сек наиболее очевиден вариант ассоциативного кыша когда в кэш памяти хранится в каждой строке любая строка из памяти то есть вот примерно как здесь мы это написали да мы можем закешировать любое место в памяти точнее любую строку потому что мы договорились хранить не по одной ячейке по целой строке вот и тогда в качестве тега в таком ассоциативном кэше будет использоваться урезанный адрес то бишь вот как в данном случае вот размер тега будет раза разве зависит тупо от количества строк кэшируемых в памяти да вот у нас их тут 16 кэшируемых строк значит размер тега 4 бита вот чтобы знать какую строку мы кэшируем и работать будет это так обращаемся к памяти смотрим какой у этой строки памяти которым обратились так ищем по всем тегам в кэше нет ли такого тега в кэше если он есть это кэш хит и мы значит не ходим за данными к память к памяти охотим за данными в кэш если такого тега среди хранимых в кэше строк нету это кэш мисс мы уходим за данными в память кэшируемых и дальше работы в общем весь алгоритм да значит в этом алгоритме ключевая ключевая важная важный момент это поиск поиск тега в кэше что это значит это значит что чем больше ассоциативный кэш тем дольше мы тратим время на поиск тегов кэше мы конечно можем сделать там хэш таблицу еще какие-то хитрые хитрости но чем хитрее хитрости тем больше вычислительной мощности этих хитростей вот пускай даже они алгоритмически начинают там упрощать до логарифма вот и тем больше шансов что что-то пойдет не так если мы хотим разваять все это в железе то конечно вот такое усложнение вредит отсюда мораль ассоциативный кэш тем эффективнее чем он меньше потому что поиск момент чем удобен ассоциативный кэш почему он используется потому что единственная локальность к которой он чувствителен это когда у нас ячейки которые мы кэшируем были пытаемся обращаться к ним расположены принципиально во всех разных строках нашей памяти вот если мы будем читать сначала отсюда потом отсюда потом отсюда потом отсюда потом отсюда по байтику то к тому моменту когда мы снова начнем читать от с нуля то у нас весь кэш уже выгорит у нас там не будет храниться не из нулевой строки ничего не из первой не старой вот давайте что посмотрим как это работает ассоциативный кэш вот у нас ассоциативный кэш давайте мы загрузим программку вот отсюда вот она вот загрузим программку проблюдаем собственно как работает вся эта машина для этого еще возьмем вот такую фигню вот и для начала посмотрим да все это надо подключить к нашему марсику россию и для начала посмотрим как мы забываем память этом это визуализация памяти визуализация там по моему килобайт памяти килобайт памяти начиная с области данных вот этого самого который стал значит как устроена программка программ записывает по адресу 0 потом прибавляет прибавляет к нему 12 то есть записывать по адресу 12 потом еще 12 потом возвращается в начало ну давайте посмотрим как это делается вот давайте мы сделаем вот так неудобно я для видимости сделал красивый экранчик большой да вот вот она записывает данные в памяти размер вот этого квадратика здесь размер этого квадратика здесь кажется одно машинное слово вот по моему ну в общем memory words per unit да кажется одно машинное слово 4 байта вот вот так работала наша наша программа которая записывает что-то в память какой был эффективность кэширования в тире кэширования довольно низкая а если мы сейчас полностью ассоциативного а если мы сейчас поставим здесь габ не 12 а скажем 24 она будет вообще нулевая давайте проверим это так скажем ему reset и поехали вообще ни одного хикаш хита обратите внимание о нет один кэшит был пропал почему такое безобразие потому что каждый раз когда мы смещаемся на 24 бита 24 байта относительно начала памяти мы кэшируем этот самый давайте помедленнее это сделаем мы кэшируем соответствующий у нас случается кэш на одну в первый раз кучу случается кэшмисс и мы заполняем соответствующую строку кэша вот смотрите вот 174 323 174 вот давайте вот так вот вот соответствующую строку кэша к тому моменту когда мы доберемся до доступа к этой строке кэша еще раз она уже будет забита другим видите поэтому кэш хитов не происходит вот 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 совершенно справедливо тут значит александр вспоминает про людей которые обходят мы грамм многомерные массивы по столбцам вот случился кэш хит наконец-то наша четность мы влезли двумя доступами в еще не выгоревшую ячейку кэша в которой лежала что допустим в предыдущем варианте когда у нас был габ 12 так 12 давайте сделаем поисеть им тут все нафиг у нас будет сейчас чтение из двух ячеек и в некоторых ситуациях это будет чтение из начала строки и конца строки вот в момент чтения из конца строки строка будет уже за кэшированы ну вот смотрите прочли из нуля это конечно же был кэш мисс потому что кэш у нас был холодный ничем не заполнен сейчас мы прочтем из трех ну смысле из 12 и это будет та же строка обращаю ваше внимание что у нас 16 4 машинных слов 16 размер строки значит когда мы читаем с адреса 12 это будет кэш хит проверяем опа вот он прошли третье слово получилось хэш хит сейчас будем читать двадцать четвертое слово это конечно же кэш мисс сейчас будем читать тридцать шестое слово и это кажется тоже будет кэш мисс потому что из соседней строки вот а вот теперь мы опять попали на чтение из двух мест и соответственно вот эффективность нашего кэша будет держаться в районе 25 процентов в одном из четырех случаев мы будем читать когда мы доберемся обратно до начала памяти уже все эти кэши разумеется выгорят вот и ничего мы не сэкономим вот такие пироги давайте мы это выключим и поговорим про другой способ кэширования другая стратегия кэширования называется кэшом прямого отображения вот и в этом случае принцип локальности адресации эксплуатируется просто по полной программе да кстати я я забыл сказать что если сделать gap маленький давайте мы попробуем это сделать а нет там тогда эффективность обоих кэшей будет примерно одинаково но все равно давайте посмотрим если сделать gap маленький то есть читать вообще из памяти подряд давайте мы это сохраним под названием кэш ролл вот то эффективность будет примерно одинаково у обоих стратегий обеих смотрим первый кэшки кэш мисс а дальше кэш хит принцип локальности работает прям на нас каждый первый каждый первое считывание нашей значит нашей этой самой строки из памяти приводит кэш мисс кэш миссу 2 3 4 кэш хиту прекрасно работает давайте эффективность 75 процентов вот значит да значит вторая стратегия чтение кэширования называется ассоциативно кэш прямого отображения в этой приятной стратегии память разбивается на области равной размеру кэша первая область 2 3 4 5 и мы при кэшировании храним в кэше в каждой строке кэша соответствующую строку это его самой области памяти и запоминаем только из какой области мы в данный момент за кэшировали этот кусок то есть нулевая строка кэша хранит либо нулевую строку нулевой области либо нулевую строку первой области либо второй либо третий первая строка и кэша хранит вот это ну вот видите как тут линейки поставили вот тут вот видите любую можно хранить а тут только таки это очень сильно уменьшает нам размер тега потому что теперь размер тега а равен номеру ну не очень сильно уменьшает размер тега размер тега в теге хранится только номер этой области в данном случае у нас их 4 значит а два битика всего в этом примере и внимание вообще исключает операцию поиска по кашу тега все вычисляется автоматически мы сходили к области памяти скажем номер два вот этой к строке которая строке которые здесь по цифре 9 на самом деле строка номер один области памяти номер два вот мы к ней сходили пришли в кэш и посмотрели что у нас хранится в строке 2 в строке 1 какой там тег 2 или не 2 если в стаке 1 тег 2 значит кэш хит если в строке 1 тег не 2 значит кэш мисс никакого поиска по размеру кэша александр говорит про нам как обычно александр проявляет редкостную прозорливость и проговорит говорит про то что очагов а к локальности в значит очагов локальности в этом самом современных компьютер больше одного поэтому поговорим чуть позже и так кэш прямого отображения очень быстрый в смысле реализации но очень сильно рассчитывающий на принцип локальности не только в рамках одной строки но и в рамках одной вот такой вот области до предполагается что все данные которым выходите плюс-минус лежат вот здесь и тогда когда вы считаете подряд их все туда-сюда работаете вот с этой области она вся ночь так оказывается в кэше если вы внезапно читаете в разбивку из разных мест кэш выгорает причем довольно активно давайте попробуем присыпи переключить переключить на дерек моппинг сокращение спрашивает какова вероятность что младший бит адресов поют совпадут принцип локальности говорит что чем младше биты адреса тем вероятность выше вот значит переключим наприкаж прямого отображения и посмотрим как кэш прямого отображения справляется с обеими вариантами но с прямой записью гладкой я думаю справляется точно так же вот давайте в этом убедиться но я почти уверен в этом те же самые 75 процентов вот а вот с записью в разбивку он справляется совершенно по-другому по идее давайте посмотрим и и это сколько тут у нас в записи с разбивку сейчас стоит 12 записи разбивка стоит 12 давайте посмотрим как у нас значит кэш справляется с записью в разбивку в 12 кэш прямого отображения напоминаю давайте так вот сделаем так поехали те же самые 25 печаль хорошо что-то у меня значит боюсь что я сейчас растеряюсь и не приведу пример когда эти стратегии ай какой рандом же китрик колотить так я прошу прощения у меня тут устаревание ставая стояла рандом это конечно неправильно так вот так работает кэш прямого отображения давайте дальше продолжим ой а чё-то он не с это самый не сдвигается а вот сдвинулся так а так работает полностью ассоциативный каждый давайте посмотрим не изменилось ли с устареванием эта штука те же самые 25 но хорошо хорошо убедил вот значит чет я не вижу разницы давайте попробуем давайте попробуем габ побольше поставить габ поставить не 12 а скажем 63 64 60 60 да reset reset полностью ассоциативный кэш ощущение левой деле дилик маппинг 18 процентов ну вот по крайней мере хоть какая-то разница есть полностью от от ассоциативный кэш в при чтение из памяти в разбивку выгорают вообще вот а direct mapping нет почему потому что принцип локальности мы вот когда поставили 60 но в какой-то момент все-таки прочли два раза из одного того же места давайте здесь поставим не 60 скажем 24 да давайте еще раз и так direct mapping ресет ресет до 24 но хорошо 20 тут 00 интересно почему 60 короче беру свои слова обратно я должен был конечно придумать очевидный пример почему это так я наверное в ближайшее время сделаю такой пример с конкретными параметрами чтобы значит сейчас на лекции нам тупить не следует насчет целых две темы вот я сделаю конкретный пример с объяснением того почему одна из стратегии работает другая нет вот давайте еще раз проверим вот direct mapping в случае 60 нам выдал какой-то эффект давайте посмотрим почему вот а вот почему у нас один раз остался остался заливший заливший вам короче залившая строка осталась мы дважды обратились к одной и той же строки наконец-то вот здесь вот и вот здесь ну окей обратились обратились в общем давайте так не буду сейчас приводить хорошо бы в лекцию вставить пример когда одна стратегия работает лучше другой я займусь исследованием сам и вставлю а пока у нас еще две темы поэтому давайте мы вернемся к ним значит как правильно тут значит вставил заметил александр в современных операционных системах и вообще в современном мире очагов активности таких вот в памяти может быть больше одного александр привел пример кэширование данных в куче данных на стейке которые лежат в разных местах памяти или кэширование данных и кэширование кода который лежит еще более в третьем месте памяти вот и никакой принцип локальности группирующие все это в одну так сказать область не спасет нас от того что области 3 с другой стороны как мы краем глаза наблюдали на простых примерах принцип локальности такой кучный лучше обеспечивается кэшом прямого отображения кэши прямого отображения обычно большие то есть вот эти области довольно здоровенные которые можно за кэшировать туда может быть по и по поместится то что мы используем вот поэтому в современных системах обычно используются смешанные модели множество ассоциативные кэши кэши делятся на банки банки внутри себя работают как как кэши прямого отображения соответствующих областей а сами банки полностью ассоциативные видите то есть вот у нас от каждого банка идет сколько стрелочек как у этого самого ассоциативного кэша только поменьше а у каждого значит сам банк работает по принципу прямого отображения получается так да а сами банки а сами банки полностью ассоциативно что получается получается что размер тега внутри банка в общем очень маленький вот правда номер банка соответствующий до ассоциативно запоминается и получается так что каждый из этих банков обеспечивает кэширование очередной горячей области в память вот сколько этих банков столько принципиально различных ассоциативно независимых мест в памяти можно закрашивать под при такой схеме вот и вот тогда и значит ситуация когда вы кэшируете код отдельно память отдельно или там куча внизу с верху хотя это в общем другим способом решается или значит у вас много процесс на я система и у вас есть ядро один процесс контекстом другой процесс контекстом вся вот эта вот машинерия более или менее статистически хорошо укладывается как раз в схему множественно ассоциативную когда у нас вот горячей точки ядра и вот этих процессов в количестве наличие а каждая из этих горячих точка обслуживаться со своим кушом прямого отображения вот значит еще полторы темы значит каш на запись осталось 10 минут но успею значит каш на запись каш на запись это гораздо более сложная штука вот потому что совершенно непонятно на каком основании нам грязный кэш то есть тот в котором мы записали актуальную информацию а в медленном устройстве она все еще не актуально синхронизирует с этим самым медленным устройством вот значит понятие грязный кэш повторяю ситуация когда актуальное значение в кэше новее чем неактуальное значение на медленном устройстве есть также понятие некогерентности кэша которая гораздо более неприятная эта ситуация когда наоборот когда в кэше информация менее актуальной чем где-то еще например у нас произошел прямой доступ к оперативной памяти в обход кэша устройство записала прямо в память кэше все надо подобретать потому что они внезапно стали не актуальны или у нас многоядерная система где много процессов у каждого из них свой кэш и один человек записал вот в свой кэш а у другого в месте тоже было за кэш и ровно вот этот другой должен либо как-то считать оттуда но это долго либо по-быстрому получить данные о том что все тебе вот в этом месте за эти прикрытили кэш вот тут уже когерентности нет вот стратегии кэширования записи при записи всего 2 кэшируете не кэширует вернее так записывать сразу или подержать в памяти статеги write true состоит в том что мы кэшируем все что записываем это кстати необязательно иногда то что мы записываем не кэшируется к шибер то что мы читаем но принцип локальности говорит нам о том что если кэширует все что записываем это хорошо вот то есть мы пишем в память тут же пишем одновременно смысле пишем в память одновременно с этим пишем в кэш дожидаемся результат окончания работы записи в память и только после этого продолжаем как ни странно заполнение по записи иногда неэффективно то есть не всегда эффективно кэширует то что мы пишем например если у нас четкое разделение input и output а вряд ли тот который output понадобится на им а иногда наоборот это какая-то какие-то данные которому только что записали а потом будем с ними работать до заполнили массив и работаем с ним вот значит каширование по стратегии write back это значит что мы сначала положили в мере в быстрое устройство в кэш а потом когда-нибудь синхронизировали с медленным но тут конечно начинается когда синхронизировать грязные строки с одной стороны чем дольше грязная строка лежит в кэше тем больше шансов что она еще раз потребуется и мы еще сэкономим на записи в медленное устройство с другой стороны потеря и синхронизация с ну во первых потери при сети понятное дело вторых синхронизации там при каких-то сложных обстоятельствах или синхронизация по запросу а теперь давай синхронизируй все кэши потому что мы ну не знаю на другое ядро переключимся значит это становится более тяжелой операции ну и всякое мы уже с вами говорили оперативная память инвалидация кэшей в случае если кто-то куда-то в другое место записал помимо кэша работа через дыма вот эта вся фигня она начинает быть сложной вот потому что ну кто через кого работает или всех надо учить через кэш ходить и значит соответствует с кэш контроллером общаться или что в общем сложно вот а еще если у нас есть кто кто-то кто читает в обход кэша а там у нас есть грязные кэш и актуальные для того места где читает значит вот тот который читает он ждет пока эти кэш и засинкаются только после этого ходит к актуальной памяти в общем много и сложно вот надо сказать что очень много проблем возникает именно в случае много процессорных систем когда у нас есть собственные кэши на процессоре и какой-то протокол инвалидации их между синхронизации друг с другом в случае хартов как у нас в рецепте по умолчанию до хардварных трэдов внутри одного процессора кэши у них слава богу одни и те же вот и там много вот этих проблем не возникает хотя проблема множественности горячих точек разумеется возникает так значит смотрите у нас есть еще одна тема на которую осталось пять минут я там подтупливал поэтому возьму на себя отчет последнее время я все время просрочиваю лекцию возьму на себя значит смелость потратить еще минут десять-пятнадцать на последнюю тему это последняя тема она называется предсказание перехода давайте я тогда пропущу разговор про конвейер потому что у нас он все равно будет на следующей лекции вот скажу сразу значит в чем идея предсказание переход вот нас есть условный переход то есть у нас есть инструкция которая перейдет либо по дому адресу либо по другому вопрос чем нам может помочь знание о том в какую по какому из этих адресов предположительно эта инструкция действительно перейдет первый очевидный ответ и это на уровне микропрограммным глядя на одним глазом на конвейер мы должны считать инструкцию декодировать так вот для того чтобы считать инструкцию мы должны знать какую инструкцию читать и если мы к этому моменту не вычислили тот адрес какую инструкцию читать то нам придется остановить конвейер ничего не делать до тех пор пока мы не примем решение вот в этом месте кажется не прям решение в этом месте а в случае полной не оптимизации в самом конце конвейера о том собственно какой из адресов нам нужен следующий или прыгнуть вот и как бы выполнение программы замедлиться вот если мы предсказали как куда скорее всего произойдет переход то мы можем начать фичит ту инструкцию которая по этому месту находится предсказанным а если мы ошиблись но окей мы возвращаемся к ситуации номер предыдущий вычислить другой адрес неравный тому который мы предсказали да ну значит по фичам подождем и по фичам ту инструкцию которую мы как бы предсказание который мы ошиблись второе применению предсказание перехода это в случае упреждающего выполнения предположим у нас мы используем наши харты не для ханваре тридов как таковых а для например одновременного вычисления сразу нескольких путей выполнения нашей программы ну то есть у по как если бы в некотором ближайшем будущем мы в некотором из будущих мы прыгнули по переходу а в некотором из будущем не прыгнули по условному переходу иначе начинаем выполнять тут очень важно приоритировать ту часть упреждающий вычислить побольше данных из той части перехода которая более вероятно соответственно цена того что мы потратили целый наш супер скалярный ресурс на то чтобы вычислить неправильную ветку выполнения потому что в результате переход оказался не в ту сторону цена увеличивается и соответственно бонус от того что мы вычисли правильную ветку тоже увеличивается вот для чего нужно предсказание переход само предсказание переходов может быть очень просто можно просто посчитать, сколько раз мы переходили туда или сколько сюда, или сколько раз за последнее время мы это делали, то есть еще счетчик возраста этих самых переходов приложить, а может быть еще учитывать, какие это были регистры, скажем, стэкпоинтер это был, или там не знаю, адрес возврата из прерывания, или что-нибудь такое, ну и в общем навертеть туда огромное количество логики, и с этой логикой как раз связаны многие уязвимости в процессорах, потому что по скорости работы мы можем предсказать, правильно ли данные мы им подсунули. МИПС. Забыл слово МИПС поменять. Давайте мы оставшиеся пять минут потратим на изучение одним глазом, что такое предсказание переходов в Рарсе, оно тут есть, опять-таки оно здесь совершенно ничего не убыстряет, но по крайней мере собирает статистику. Вот. Значит, давайте мы просто запустим нашу программу, имея в виду, что в ситуации, если предсказатель сработал, это значит, что в этом месте мы смогли ускорить работу на микропрограммном уровне, как минимум, нашего процессора, а если предсказатель не сработал, значит не смогли. Вот по умолчанию у нас 16 этих энтрей, можем сделать сразу 8, без разницы, у нас таких программ нету, больших. Вот. Предсказание переходов работает так. Для каждого перехода, каждого нового, она ищет наиболее свежую, наиболее устаревшую запись в таблице переходов, заменяет ее на тот переход, который мы видели, а если такая запись есть, обновляет статистику. Вот. Вот история. Что было, происходило в прошлый раз. В прошлый раз мы не переходили. Вот. А здесь считается, сколько раз мы правильно предсказали, сколько неправильно, ну и про точность процента. Поехали. Скомпилировали. Давайте сделаем медленное выполнение. Вот. И давайте смотреть. У нас там цикл, который будет то... Ой. Ужас. Вот. Вот. Вот обратите внимание, давайте мы сделаем чуть-чуть помедленнее, на то, как... Сейчас мы тут вот так вот это сделаем. С какой скоростью этот предсказатель работает. Вернее, с какой эффективностью он работает. Вот мы бегаем по нашей программе. Дын-дын-дын-дын-дын. Вот переход. Первый переход был not take, мы предсказали неправильно. Второй переход был take, мы предсказали правильно. Теперь, как видите, в нашем цикле мы в основном переходим. Видите? Чаще всего наш... Вот в этом месте чаще всего у нас условный переход заключается в... финиширует в take. Каждый раз, когда мы предполагаем, что в прошлый раз был take и в этот раз тоже будет take, мы отлично отлично работаем. Вот. Внешний цикл примерно так же работает. Вот. Как видите, из... там... для внутренних циклов из 60 сейчас с гаком переходов только 9 было неправильных предсказаний, то есть точность у нас продолжает расти. Давайте мы вернем по-быстренькому. Вот. Как видите, даже если у нас ровно 1 бит в истории, то есть мы ровно 1 раз запоминали, что было в прошлый раз, у нас уже эффективность работы банальных циклов довольно высокая. Если мы здесь поставим двоечку, эффективность еще возрастет. Почему? Потому что мы теперь рассматриваем 4 ситуации да? два раза мы видели, что в цикл мы не ходили, один раз ходили, один раз не ходили, один раз не ходили, один раз ходили и оба раза ходили. И когда у нас щелкает цикл, который чаще всего ходит, понятное дело, что ситуации два раза ходили существенно больше, чем всех остальных. Вот. То есть предсказание у нас становится более точным. Давайте проверим. 93, 36 и 80. А здесь вот. Это в случае, если циклы, как в случае внутреннем цикле, длинные. В случае, если цикл, как в случае внешнего цикла, короткий, то есть, ну, как бы, не так уж много их, то возможно даже, видите, отрицательная эффективность. Потому что мы как... но наибольший эффект производит ситуация, когда мы считаем, что по умолчанию условный переход происходит. Обратите внимание, точность еще выросла. давайте попробуем поменять на not to take 93, take 94 и выросла во внутреннем цикле особенно. Почему? Потому что наша программа написана, видите, тут было 80, а теперь стало 93. Наша программа написана таким образом, что оба цикла написаны таким образом, оба бранча вот этих написаны таким образом, что скорее всего они перейдут в начало. То есть, если бы быстродействие нашей машины действительно увеличилось от предсказания переходов, например, потому что у нас перестал бы вставляться пузырек в конвейер, про конвейер и пузырек в следующий раз, да, то как видите даже несмотря на то, что абсолютно примитивно устроена вся вот эта вот машинерия, да, вот у нас есть задействованы всего две ячейки перехода вот это и вот это тут, к сожалению, адрес не запоминается, но вот он, да, вот и как бы всего два бита истории но стиль программирования, при котором переход скорее всего будет на больших циклах, он работает вот так. Когда предсказание переходов работает плохо или нам нужна более глубокая история, например, в ситуации, когда у вас этот переход то происходит, то нет, ну, грубо говоря, четный, нечетный, вот тогда у вас вы можете всегда обмануть, вы помните, да, что кэширование, предсказание всегда можно обмануть, написав алгоритм, который поступает в точности наоборот. Так вот, если у вас не циклы, а какой-то решатель направо-налево и у вас довольно строго чередуется есть переход, нет перехода, есть переход, нет перехода, то такие простые предсказатели не работают. Вот. Что можно сделать? Можно, наверное, придумать какие-то булы и глубокие статистики, которые, например, могут этот паттерн предсказать или наблюсти и предсказать, или, допустим, у вас обработчик каких-то входных данных, который устроен так, что он рандомно это переходит, то нет, соответственно, про это надо знать нашему оптимизатору, предсказать. Да? Но, как вы понимаете, и то, и другое, это довольно сложный паттерн, он зависит от каких-то уже совсем непонятных условий, вот, а главное, для чего используются условные переходы цикла, видите, работают просто на ура, даже при простейшем, простейшем, двухбитовом, простейшей двухбитовой истории, двухбитов достаточно. Вот такие дела. Значит, пять минут оказалось вполне, там, семь минут достаточно на этот самый БХТ, вот, значит, если какие-то вопросы по этим темам задавайте, их, вот, пока вы задаете свои вопросы, я подумаю, что бы еще сказать в заключении, ну, конечно, я сделаю пример, когда две стратегии работают по-разному, я это обещал, вот, значит, традиционно сокращенец пытается общаться со мной в чатике, потому что никаких других чатиков, кроме ютубного, он не использует, не использует, а почту я читаю редко, вот, хорошо, я вам отвечу на почту, но раз пошли вопросы не по лекциям, значит, видимо, вопросов по лекциям нету, значит, с меня должок вставить сюда, вставить сюда иллюстрацию, когда стратегии директ маппинг и, значит, ассоциативные работают по-разному, вот, и на этом, пожалуй, все, у нас предполагается какое-то домашнее задание, но, возможно, его не будет, я не знаю, то есть, оно уже будет чисто исследоваться, как вы понимаете, например, написать программу, которая абьюзит какую-то конкретную стратегию кэширования и предсказания, вот, в следующий раз у нас уже разговор, который будет не затрагивать раз вообще, это разговор про конвейер и суперсколярность, вот, и это, по-моему, по-моему плану будет предпоследняя лекция, последняя лекция будет уже чистый бла-бла, так сказать, обзор того, про что мы поговорить не успели. Вопросов, кроме как про почту, не было, значит, всем спасибо, будем надеяться на лучшее, вот, будем надеяться на лучшее, все еще, и на этом, значит, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok